Инициативные, амбициозные и полные идей. В Самаре стартовал форум молодых законодателей. У них сравнительно небольшой опыт работы, но огромное желание реализовать себя в законотворческой сфере. Именно такими людьми уверены и самостоятельно шагающими по кадровой лестнице и должны пополниться управленческие резервы всех уровней. Анна Ивахина продолжит. Форум молодых законодателей проходит уже четвертый раз, но впервые в статусе федерального. Площадка Самарской губернской думы приняла представителей более чем 30 субъектов страны. И тема, над которой предстоит работать участникам в рамках конференции, как никогда близка им самим и актуальна для современной России, формирование кадрового резерва органов местного самоуправления. И сегодня такое время, что страна действительно нуждается в молодых кадрах и прежде всего тех людях, которые готовы работать и готовы работать на благо общества. Органы власти всех уровней должны пополняться молодыми, инициативными и компетентными управленцами. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Один из шагов его реализации – федеральный конкурс «Лидеры России», финал которого проходил в начале февраля в Сочи. Самарскую область на нем представляли шесть человек. Трое вошли в так называемую «золотую сотню». Форум молодых законодателей является логичным продолжением решения этой задачи, но уже в разрезе региона подчеркнул Дмитрий Азаров в обращении, который адресовал участникам. Значение кадрового резерва для укрепления организационной структуры любого органа местного самоуправления, реализации муниципальных практик, а также повышения профессиональных управленческих навыков трудно переоценить. Решение этой задачи особенно актуально в связи с высокой конкурентной борьбой за квалифицированные персоналы. В Самарской области в ноябре 2017 года работа с кадровым резервом в связи с поручением главы региона получила новый виток. Уже сейчас отобраны 106 кандидатов. Времена, когда должности во властных структурах передавались по наследству или кулуарной договоренности, давно прошли. Хочу подчеркнуть, что такой формальный подход сегодня уже неприемлем, недопустим. И принципы формирования кадрового резерва в местном самоуправлении должны стать простыми и понятными. Надежда Еременко тоже молодой законодатель. Обыкновенная учительница из Волжского района стала местным депутатом несколько лет назад. Говорит, что в этой работе важна не только инициатива, но и пример более опытного политика, на которого хотелось бы равняться. Для меня таким человеком служит сейчас в Рио губернатор наш Дмитрий Игоревич Азаров. Очень долго наблюдала за его работой, когда он еще был главой Самары, когда он был представителем в Москве. И сейчас очень часто встречаюсь с ним, действительно восхищаюсь с его лидерскими качествами, умением правильно построить коммуникацию. В Самарской области готовы не только искать талантливых лидеров, но и растить их в прямом смысле этого слова. Инициативные молодежи здесь предоставляют возможность наработать опыт законотворческой деятельности. И я всегда с гордостью отмечаю то обстоятельство, что Самарская область была тогда первым субъектом, где был создан молодежный парламент при Самарской губернской думе. Впереди у участников форума работа пяти секций и заседания Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Анна Ивахина, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. Новости губернии. Продолжение следует...